всем привет сегодняшний влог начинаю с обеда сегодня на обед будут у меня фаршированные перцы перец у меня свой я его замораживала летом прямо так целиком как в форме стаканчиков и теперь достаю размораживаю и начиняю все овощи почистила за кадром сразу и теперь нужно будет только накрошить лук лука люблю побольше и моркови тоже кладу буду делать из них зажарку потом половина зажарки я добавляю фарша половина уже сами перчики сразу все мою у меня такая привычка и не люблю складывать все в раковину не надо сразу все помыть протереть и что браковина была чистая в общем добавляя подсолнечное масло и пережариваю лук с морковкой из приправ люблю добавлять лавровый листик черный перец хмель и сунели вообще моя любимая приправы я ее практически везде добавляю натерла один зубчик чеснока на терке в общем то все наверно все маленько поджарила пережарку сильно жарить не буду так малиночка чуть-чуть зажарки высыпаю фарш остальное оставлю для перчиков солить не буду фарш соленый оказался перемешаю и буду начинять перцы у меня уже готовы ну что вы видели как сходила я внизу он еще ломанулся сейчас я выйду к тебе я говорю там вообще-то карантин не пускают и вышел еще дайте с того крыльца где сейчас вход для людей с подозрением на ковид там стоит компьютерный томограф его через этот вход входят люди у которых подозрение на пневмонию на ковид а он пошел оттуда естественно его там отругали и вернули обратно сейчас прием передач через приемный покой происходит я говорю что ты туда пошел но все равно бы это там нам не дали бы общаться потому что карантин в в общем влетела ему и от меня и этих от медиков потому что поперся все вот так перцы начиняю и вот даже не знаю может даже сковородки нет сковородки не получится сковородки не получится ладно буду делать в кастрюле половина еще даже не растаяли но это не проблема вообще их можно даже этими начинять пока они еще ледяные не растаявшие ну короче лежит не знаю будут ему делать операцию или нет если будут делать операцию то это надолго если будут дробить этот камень или как-то его оттуда изымать пока непонятно вообще если этот камень ничего не говорят даже врач ничего не говорит поставили мочекаменную болезнь такие приступы мне кажется только почки может могут давать и да ребят по поводу ботокса хочу сказать я знаю что будет много комментариев вообще когда я говорила что я его делаю мне тоже много писали что там очень вредно зачем ты это делаешь а что ты потом старости будешь делать и зачем вообще это надо в общем ребят вы можете писать свое мнение я к этому нормально отношусь без оскорблений только все пишите я все понимаю мне тоже не 16 поэтому я взрослый человек я прекрасно знаю все за и против этого ботокса знаю все плюсы и минусы я тоже много читала много изучала много спрашивала узнавала перед тем как начать это делать и в общем то я сама в ответе за свое здоровье и за свою жизнь я взрослый человек могу делать то что я хочу я хочу я делаю я никого не призываю и никому не советую это дело сугубо лично каждого поэтому вот так а результат могу вам показать ну примерно какой результат дает устанавливаем перчики как-нибудь так чтобы они желательно стояли но если не хватит мне сейчас нет не хватит а вот так в принципе нет не хватит вот как раз еще бы один и они бы нормально стояли сюда бы один ладно не важно высыпаю оставшуюся зажарку сейчас порежу перчик налью воды и пусть они у меня потихоньку кипят я тем временем займусь дома уборкой а то уже время уже после обеда я все никак и пообедать не могу сегодня вот одной видите как тяжело сейчас бы на машине быстренько туда-сюда проехались и уже бы вдвоем я одно Денис другое одно тяжеловато вспомнились те времена когда я жила одна Денис работал на севере для цвета добавлю томатной пасты маленько и еще можно потом будет добавить сметанки сюда же это тоже по по вкусу по желанию и маленечко подсолю все можно еще помидорку закинуть но пока не буду вот смотри я открыла но не знаю так-то вроде все без повреждений вот что-то лежит вот сама дрель или кто это шуруповерт шуруповерт наверно вот сверло а это не знаю что котенку все понравилось он одобрил сказал оставляй посмотри вроде бы все нормально книжка еще можно на балкон я вынесу ничего не будет забрала очередные две банки это магнезия цитрат это магний в доступной форме и без витаминов b мне сейчас нельзя так как я сделала ботокс витамины b противопоказаны витамин е это тоже антиоксиданты он мне нужен для того чтобы провести некое лечение мне вы знаете у меня бывают панические атаки и мне одна женщина прислала очень как мне кажется хороший способ от них избавиться по крайней мере она написала что она так избавляется вот я вам кому нужно сейчас найду этот скрин и выведу на экран в общем то такой недорогой хороший способ у меня все ингредиенты есть кроме витамина е вот витамина е не было и я его приобрела буду пить вообще женщинам витамин е очень полезен да и любому человеку поэтому и магний тоже потому что у нас при нашей нервной жизни в нервной работе магний просто тратится неимоверно любой стресс это ну магний выводит под ноль поэтому его надо постоянно пополнять чтобы не было вот таких вот срывов поэтому буду пить магний общем-то постоянно пью просто мне на данный момент он нужен без витамина b теперь начинаю уборку свою уборку всегда начинаю с того что загружаю белье пока я убираюсь она стирается и протираю везде пыль на своем рабочем месте на подоконниках обязательно хорошо что сейчас зима такой особой пыли нет а летом на подоконнике еще можно мне кажется картошку сажать столько у нас пыли телевизор все протираю обычной тряпкой у меня нет каких-то специальных тряпок для техники обычно тряпочка протираю собираю какие-то волосы и пыль с обивки мебели тоже всегда делаю и поливаю наш цветок поливая его нечасто где-то всего лишь раз в неделю даже в две недели но поливаю много потому что у него очень большой горшок и много земли и буду собирать сейчас с ковра волосы волосы основном мои не кошачьи а потом хотела пропылесосить и заодно ответить на вопрос о нашем вертикальном пылесосе смотрите ребят сама идея вертикального пылесоса она замечательная вертикальный пылесос хорошо не надо эти шланги и шнуры таскать за собой это конечно классно но если вы решились на вертикальный пылесос покупайте его сразу дорогой и хороший вот очень хвалят дайсон мы купили пылесос polaris естественно эта фирма такая средняя скажем так и вот мне даже не надо оставлять отзыв и сами видите что происходит с этим пылесосом он очень маломощный он плохо всасывает пыль и грязь в общем он больше такой как электровеник и вот на эту щетку постоянно наматывается все волосы и кошачья шерсть в общем какие-то нитки и эта щетка перестает работать а если перестает работать щетка то мощности пылесоса не хватает без щетки всосать пыль и в общем вот я несколько раз щетку чистила прям здесь на видео видно и в итоге плюнула и начала мыть руками потому что щетка перестала просто работать и еще хотела вам у вас просить совета вот я бою уже долгое время вот такой шваброй которую у меня на данный момент уже сломалась она мне в общем-то нравится из всех швабр которые у меня были она самая классная у нее мощная тряпка и она хорошо мой практически как руками моет пол но вот она у меня сломалась видите там она уже замотаны изоленты 10 раз и у нее сломался механизм который выдвигает швабру я сгибаюсь в три погибели чтобы ей помыть и у меня сейчас в планах купить новую швабру поэтому хочу спросить у вас совета вот сейчас продаются большое разнообразие этих швабр и продаются такие которые сразу идут с ведром якобы есть отделение там для того чтобы грязная вода чистая вода как вы думаете вот по моему опыту мне кажется что это очень как-то неудобно может у кого-то есть такая швабра скажите может что-то посоветуйте какую-то фирму я сейчас в раздумьях либо купить точно такую же вот как у меня вы только новую чтобы она уже была нормальная чтобы там не знаю не было вот это изоленты намотаны и чтобы регулировка у швабры была тоже хорошая под мой рост они вот так вот как я сейчас видите сгорбившись ли мы поэтому очень прошу у кого есть что написать какие-то отзывы пожалуйста пишите меня всегда к вашим отзывам прислушиваюсь или не всегда лучше хорошие советы даете когда я начинаю мыть полы и пылесосить знаете где можно найти котенка вот он котенок эти боишься боишься до пылесоса боишься а его не боится но она недолюбливает пылесос и швабру тоже он мне там сколько игрушек мячики всякие мышки играет она с ним дай мышку мышку дай мышь все равно скажи не выманешь да ты не выйдешь что ли отсюда выходи пылесос ушел котенок ну что вы такие перчики у меня получились я буду наконец-то обедать хотя время уже в третий час а потом планирую с подругой погулять и хлебушек свои ну что а и мне предложила подруга прогуляться позвонила я опять в этом же месте вот он хир комплекс остался сзади там где лежит дениска а я иду вот в этом направлении на тропу здоровья носу рядом все близко взяла с собой семечки чтобы покормить птичек остатки остались то что не мы не пожарили не успели пожарить я сейчас птичкам насыплю прогуляюсь и домой подруге муж тоже уехал на вахту на север меня тоже дениса нет так что мы с ней одинокий идем гулять по тропе это ты уже находилась до 9000 а когда дома передвигаешься он тоже считает 9 172 ну и как обещала покажу вам эффект от ботокса может кто-то не знает вот когда я улыбаюсь или хмурю свете какие морщины на лбу гармошка здесь марши морщина между бров ну на межбровье вот и после ботокса вот такой эффект то есть я уже не могу наморщить лоб так чтобы вот эта гармошка появилась и возле уголков глаз тоже таких морщин уже нет ботокс блокирует мышцу и в общем то получается вот то что вы видите дошла моя участь мыть духовку честно говоря я терпеть не могу и делаю это очень она уже у меня настолько грязная смотрите какая решетка я вот только думаю если у меня все это поместится в посудомойку я это руками мы точно не буду помою только духовку а вот лист тоже видите как грязный его бы конечно в посудомойке промыть думаю что это вряд ли не удастся да вот стеж давай заходи часто за кроме того все и включу будет у нас код в кунжуте кунжутом сейчас посыплю сверху и включу идея иди чё ты вот так вот вот хорошо кота в кунжуте ели сейчас будет через полчаса выходи давай а то точно приготовлю выходи выходи так чем же буду мыть буду мыть фаберликом средства для чистки духовок перчатки у меня сиреневые как у индивидуального блогера остальные все сейчас моют в белых либо такая щетка от икеи очень жаль что не влезли не влезла у меня ничего не влазит посудомойку так что ребят берите лучше сразу нормальный размер у нас посудомойка 45 такие вещи как противень и холодильные полки вы в ней не помоете имейте ввиду она конечно компактнее но есть и свои вы имеете но и 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 такие штуки остаются они не отмываются по своему опыту скажу что такие штуки отмывают только железная губка когда трешь средство конечно тоже работает было здесь вообще заляпанное стекло но до конца вот если не тереть железной губкой то вот эти штучки все равно немножко остаются видите они были конечно такие продолговатые в половине почти все стерлось потерять бы железной губкой но нет у меня губки вот они отходят вот а здесь тоже видите у меня такая облезлая духовку не обращайте внимание за не снимал тем вот видите все равно кое-что достается вот хотя большая часть нагара отмылась вообще духовка чистая я так вам скажу хорошо помыла средства вот эти опять же капелюхи вот они черные они остаются так что стопроцентного средства я не знаю я не видела стопроцентное средство это губка железная и любое средство можно отмыть все но хорошая я вам так скажу хорошее средство вот даже видите замачиваю лежат мои противень и вот все коричневое с них капает нагар она хорошо удаляет и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok